Что вотчина практически небезызвестного персонажа фильмов ужасов, сейчас понимаете о ком я говорю, только вы, Максим, да. В финале очень серьезный такой парень, он дрался за титул чемпиона It Showtime против тоже вами небезызвестного человека, который дрался уже, наверное, со всеми топами в кикбоксе и в ММА, также Мелвена Мэнхофф. Да, и Денис Рач тогда провел достаточно конкурентный поединок за титул чемпиона мира It Showtime, Денис проиграл Мэнхоффу, проиграл остановкой бой, но Денис не упал, он просто начал, честно сказать, давать заднее, он начал психологически подламываться и уступил просто психологии тогда у Мелвена Мэнхоффа. Мэнхофф получил тогда поезд чемпиона It Showtime в очередной раз, подтвердил его, ну а Денис Рач, словно нахлебавший, отправился домой. Вот это был единственный парень в топе в K1 за последние, наверное, лет 7 в Венгрии. Хотя любительский венгерский кикбокс очень сильно, и бокс, естественно, очень сильно развит, и вы знаете, огромное количество призеров чемпионов мира, Европы, чемпионов Европы и мира у них существует за последние 10 лет. Как и в Вака в кикбоксе, так и в боксе мы знаем, даже далеко не будем говорить, Желт Эрдей, человек чемпион мира, чемпион Европы, призер Олимпийских игр по боксу, проиграл Гайдару Гайдарбеку и чемпион мира среди профессионалов Желтой Эрдей. Максим, ваше личное отношение к дебютантам в возрасте 35 лет весовой категории 61 килограмм, я сейчас про румыну. Очень странно, и нужно проверять информацию, насколько это правдиво. Ну, графика дала. Да, что это дебютно в таком возрасте, но это любопытный, конечно, факт, здесь можно только в этом отношении удивиться, и много тоже говорите, но я думаю, что не стоит, лучше посмотреть на этого парня в ринге, что он может сейчас. Уорона, Уорона, вполне себе 5-0, представители перед бульти, но сейчас такое недоволь нервное начало поединка. Не играйте, не играйте! Фой! Причем вперед идет как раз более возрастной спортсмен, Сорин решил так поддавить с самого начала. Ну, видимо, есть какой-то свой план обой, возможно, есть желание поддавить своего более молодого оппонента, загнав того в угол. У Сорина очень неплохая, кстати, боксерская школа, и мы сразу же можем с вами спокойно сделать вывод, что этот парень уже точно по боксу боксировал. Он даже стоит, посмотрите, как он стоит в стойке, чуть боковая позиция, и я думаю, что этот парень в прошлом боксер, однозначно. Да-да-да, конечно, этот парень боксер, посмотрите, какие у него ноги достаточно... Никакие. Никакие, мягко говоря, вы правы. Но бокс очень на таком хорошем, базовом, уверенном уровне, причем я даже не исключаю, что этот парень дрался по профессионалному боксу, не только выступая в олимпийском боксе. Мне очень нравится, он ногами как раз пользуется как инструментом для того, чтобы зайти на дистанцию, то есть коряво, не коряво, не важно абсолютно, бросил ногу куда-то в направлении. В свое время, вы знаете, вот Александр Поветкин, мой друг, близкий и старший брат, он все время выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы для пассажировки по кикбоксу, и он также носил удары ногами для того, чтобы качественно врубиться в ближнюю и среднюю дистанцию, в бокс, и там нокаутировать своего соперника, либо отправить его в нокдаун. Саша, конечно, прекрасный, великий, я считаю, дух воина, и, наверное, трудно его с кем-либо сравнить. Саша так, кстати, в свое время одержал победу в любителях чемпионата мира, по кикбоксу он выиграл 4 боя, в весе 89 килограмм, бросил супер тяжа. Я почему-то вспоминаю, сейчас секунду, вот так и закончится, посмотрите, чем она закончится. Слова Вадима Клещева, когда мы беседовали по поводу Бату, с ним, когда Бату мы снимали фильм. Он как раз вспоминал те самые времена, когда кикбокс только начал, у нас еще в Советском Союзе. По-моему, все-таки, ну, и величина, я имею в виду, Вадим Клещев в Советском кикбоксе, такая значимая. В большей степени даже еще величина в методологии кикбокс. В методологии, в трене, в преподавании. О нем всегда все так говорили и говорят, и знают его как великого методиста в кикбоксе. Ну, он тренер, и тренер, и методист, конечно, от бога. Вот он вспоминал то, что очень много приходило именно боксеров, приходило много боксеров и много каратистов. Боксеры оставались, с каратистами оставалось хуже, потому что правильно обученный бит боксер на, ну, в Советской школе бокса, комментарий, как говорится, излишне. Они заходили на дистанцию, и там очень много, говорит, людей полегло все время. Это правда, это действительно так, и представитель клуба КВХМ, я являюсь клубом Рокки, Волгоградский клуб, он также был основан на боксерской составляющей. У нас было более 15 мастеров спорта СССР по боксу, было два международника по боксу и два участника Олимпийских игр по боксу с 72-го года в Мюнхене. Это Олимпиада Мюнхена, вы помните, 72-го года, да. У нас было из моего клуба два боксера, ученики Вильянович Карпов, заслуженные СССР по боксу. Это Юрий Нестеров, тяж прекрасный, вы помните, он сейчас в финале, к сожалению, остановился, с Бобиком был бой, и там равный бой, они отправляли друг друга в нокдауны, но Бобик прошел, и тогда, по-моему, стал серийным призером Олимпиады. Ну, и при этом, конечно, Владимир Иванов был великолепный наш боксер, двухкратчемпион СССР, 54-57 килограмм, это люди из нашего зала. У нас тоже клуб в последующем, который развился кикбоксерский, узнаваемый на весь мир, клуб Рокки по кикбоксу и по тайскому боксу, основа его была боксерская. И так, на самом деле, Дмитрий, все успешные клубы страны нашей, в целом, и Советского Союза, они закрепились на основе бокса, конечно. А сейчас мы уже знаем с вами, кикбоксу очень много лет в сравнении с тем, что было 10 или 15 лет назад, и сейчас кикбоксеры уже базовые рождаются в основе своей, приходя в чистый кикбокс и уже имея очень хорошую качественную технику рук и ног и коленей. Есть дисциплина кикбоксинг, которая развивается уже по вполне конкретному вектору. Мы с вами начали как раз вспоминать те самые времена, когда кикбокс, он зарождался именно, ну, все-таки в большей степени, давайте будем честной стороне именно боксера. Да, конечно. В самой большей степени, в превосходной степени. Все наши крупные, серьезные титулы, за исключением, вы знаете, Вадима Украинцева, хочется вспомнить. Да, да, Вадима. Ну, Вадим, вот ты мог сказать, передаем привет, тоже пользуясь случаем, респект ему. Он единственным в большей степени был представителем человека-выходцем из каратэ, который все равно чуть боксом, естественно, позанимался для себя, но он, будучи каратистом, он достиг очень серьезных успехов. Мой спорт международного класса, был призером мира, чемпионом, по-моему, да, чемпионом мира среди профессионалов, он становился чемпионом Европы был, и человек, который много что повыиграл в профессионалах, он крутейшие бои за каратэ. Да, много где побывал, точно. Да, и на самом деле он бил, мы помним, да, знаковые его удары, вертушки великолепные, и Фатулу еще в голову. Многие были прекрасные, и остались. Да, и, кстати, вот он единственный, наверное, был из топов, выходец из каратэ, все остальные это были базовые боксеры. И вот, понимаете, у него была вот эта своя фишка, свое вот это лицо, личность, как мы любим говорить. Сейчас, если мы разбираем топов, неважно, в кике или в ММА, у них у каждого есть лицо. Вот, у них у каждого есть какие-то фишки, которыми они славятся, вот у него это лицо было исходным. Он на фоне всех абсолютно выделялся, довольно серьезно. Да, однозначно, вы правы, Вадим в свое время, я думаю, что писал эпоху развития советского кикбокса, и все... Продолжают ее писать сейчас. Да, и продолжают сейчас ее писать, но, кстати, напомню, что Вадим Украинцев, вице-президент Феррации кикбокса России, человек, который, ну, сердце и душу вкладывает в развитие нашего уже такого, по-моему, национального отчасти вида единоборства. О-о-о-о! Кикбокс по показателям, Дмитрий, кикбокс по показателям, по количеству медалей ежегодным, которые приносит сборная команда России, но все время наш вид находится на первых позициях из всех видов единоборства. Да, я помню, всемирные игры боевых искусств, какая там грызня была совершенно страшная. Самая большая конкуренция и самый большой интерес вызывали соревнования на кикбоксе. На тему того, насколько он популярен вид, и он развит, по большому счету, во всех странах мира. Я знаю, что более 200 стран мира развивает этот вид, но, к сожалению, вот наш вид пока еще не оказался в олимпийской семье. И мало вероятно, что окажется. Ну да, если там будет, там все-таки, там есть, к сожалению, к моему, потому что, ну, у меня есть личное отношение к некоторым единоборческим дисциплинам. Но, окажется, я дисциплина, которую, ну, я не то, что не люблю, но, в моем понимании, они скорее берут популярность, нежели зрелищность. Ну, так, потому что, по совести, я перед Пекином ожидал введения в олимпийскую семью, ну, и дисциплины единоборческие, причем, там, с древней историей, с огромным охватом занимающихся, не среди, не только, там, представители одной страны, но и вообще, с разноплановых, я имею в виду ушу. Я имею в виду ушу, потому что в ушу есть уши, да, мы прекрасно понимаем, что это такое, это тоже не сахарные пряники. Есть различные формы ушу, там, я не знаю, сколько-то там форм тай-дзи, есть работа с оружием, с предметами, все это структурировано правилами, во многом взятыми из спортивной гимнастики. И Китай, вот, все в одном, вот, казалось бы, давайте, Пекин 2008, и ушу в олимпийскую, все уже решено, вроде как, да? Нет. Нет. К великому сожалению, потому что, ну, это очень, ну, те, кто смотрели соревнования по ушу, и как бы и пассаньда, и не пассаньда, там есть на что посмотреть. Если мы говорим о количестве занимающихся, есть контактные дисциплины, есть бесконтактные дисциплины. Если тебе хочется, там, красиво, там, как в кино, там, махать мечом или, там, шестом, пожалуйста, для тебя есть этот раздел. Хочется без, пожалуйста, есть это... Что-то лу, да, по-моему, называется? Ну, там много, там, много, много чего, да. Кстати... Бекой хочется, там, срежиссированный поединок дуэлянь, пожалуйста, там есть этот раздел. То есть все, что угодно, то есть с точки зрения охвата, вот, забирай, не хочу. Согласен, полосы. Дмитрий, а, кстати... И саньда. Саньда, вы знаете, вот, благодаря сейчас сообщению с китайцами, наконец-то я узнал перевод, что его означает саньда, как вы думали. Саньшоу. Саньда и саньшоу. Они говорят и саньда, и саньшоу. Так вы думаете, что такой перевод имеет? Нет, понятно. Движение, нанесение удара на голову. Ну, азиатов традиционно проблемы с ударами руками, поэтому... Хотя, вы знаете, сейчас там и в Китае, и в Корее уже, в принципе, в традициях... Вокс, вокс традициях был. Ну, и мы знаем, в Таиланде огромное количество уже Олимпийских чемпионов было за последние только четыре Олимпийских цикла. Поэтому бокс тоже любят, ценят, и я думаю, что бокс – это вообще отдельная аудитория. Вы знаете, грубит сначала Таноси, такой грязноватая манера ведения поединка, он этим мне нравится. Удары очень хорошие, удары очень хорошие, ведет бой так... Удары вы имеете в виду? Удары какие? Грязни. Удары руками. Удары с рук, естественно. Других не получше. Естественно, бокс. Хороший, качественный бокс у румына, а ему... Что, довольно, Максим, обратите внимание, вот прямолинейная абсолютно техника. Заходим, бьем комбинации, не получается клинчу. Да. Заходим, бьем комбинации, не получается встали. Вот, развели, опять все то же самое. Меня что удивляет... Почему он стоит? В румынском боксере, да. Не, в румынском боксере мне, знаете, что уделяет? А, в румынском. В венгерском меня много что уделяет. А вот в Румынии мне уделяет конкретно, почему у него вот... Понятно уже, мы с вами так распознали этого парня. Он бывший боксер, по профессионалам дрался, может быть, даже все время был призером чемпионата Румынии. Кстати, это серьезный турнир очень. И, вы знаете, без качественных ударов ногами и коленями этот парень, без бэкфистов. И вот за счет бокса он заходит в одну атаку. И у него она долгая, длинная, и он почему-то не оттягивается и не делает повторные и стройные атаки. Хотя для качественного боксера это было бы правильным. Более подобная вещь. Вы знаете, Максим, отличная мысль. Я думаю, он просто не видит в этом большого смысла. Ему приносит успех ровно вот эта техника. Зашли с комбинацией, ударили, плечом прислонились, развели. Зачем рисковать? Зачем оттягиваться назад тем, что оппонент может что-то выкинуть, ударить навстречу, сообразить? А так, в принципе, по этой схеме, и меня то, что удивляет тем, что Аарон ему ничего не предлагает в ответ. Он пропустив первый удар на защиту, приняв, не пропустив, приняв первый удар на защиту, он начинает пятиться. Он ничего не делает. Дополню еще, почему Роман не делает с двойной и стройной атаки. Дмитрий, это, конечно же, фактор ключевой. При подобной работе, когда боксер осуществляет с двойной и стройной атаки, это должен выглядеть по функциям просто запредельно. Это должен потрясающе быть готовым. И, вы знаете, в подобном возрасте, в его возрасте, 35 лет, и этот весовой дивизион, напомню, он считается истинно ветераном. И, конечно, показывает великую функциональную подготовку. Но сейчас так, 35 годам, его смотрится, он прекрасно. Да, по меньшей мере, просто это сложно. И видно, что человек контролирует свои функции, он их чувствует, он их знает, он опытен. За его плечами огромное количество боев по боксу. Сейчас, смотрите, игра на публику, игра со своим оппонентом. Сейчас возьмет паузу, отдохнет, и потом, опять же, спокойно начнет очередной раунд. А здесь просто, напросто нужно было поиграть, потому что бой проходит у него дома. Он здесь... Бой закончен по-хорошему. Да, но бой закончен, кстати, да. По третий раунд, и здесь... Показывает еще даже своему оппоненту, Арону, что он хочет ему нанести удар в челюсть справа. Справа Арон, молодой парень, так, в большей степени, не велико уважил своего ветеранистого соперника. Ну, к сожалению, здесь Арон ничего не делал. Ну, он ничего вообще не продемонстрировал, не показал для нас, для себя и для публики, которая собралась в том самом румынском городе. В общем, вот эта манера, это довольно вязкая, неприятная работа. А, здесь с гонгом. Да, да, конечно. С гонгом, ну, удар ноги, ну, на что тут обижаться и почему здесь расстраиваться. Давайте тоже оценим все-таки базового боксера Сорина Таназии. Во-первых, что этот парень видел удары ногами. Он в нужный момент четко держал руки в том самом месте, где они должны были быть. Вот, вы знаете, Максим, вы сейчас на самом деле подняли одну из самых главных тем этого поединка, потому что у Арона, ну, ключевой момент, на мой взгляд, работы против подобного соперника, вязкого, трамбующего, который постоянно идет вперед, это удары ногами, это удары лоу. Я останавливаю, чтобы он не мог хотя бы стартовать на тебя внятно, ничего не... Вы правы на... Ни подметающих, ни по бедрам ударов, чтобы лишить поведение. Вы правы на все проценты, которые здесь существуют, Дмитрий. Здесь, конечно, ключевая должна была быть работа против базового боксера. Это качественные жесткие лоу-кики. Суставы, подсуставы, бедра, внутренняя часть, наружную, в голени, куда угодно, колени второе. Ничего подобное Аарон не продемонстрировал, поэтому естественным образом он проиграл парню, который, в принципе, в большом счету был бы по плечу любому хорошему базовому бойцу К1, поверьте. Но, тем не менее, здесь можно порадоваться засоренностей, что он своему сопернику работать просто не дал. Ну, а Аарону... Ну, нарезал свой бой. Да, Аарону, ну что, расти в дальнейшем, потому что, если он с такими соперниками в дальнейшем не будет справляться, то его профессиональное будущее под вопросом.